Продолжение следует... Продолжение следует... Цены для тех, кто у нас является социально... Кому мы должны передоставить социально проездной, останутся примерно на том же уровне. Также те, кто будет покупать проездные, тоже цены будут фиксированы и останутся невысокими. А разовые поездки мы, видимо, все-таки столь мы будем получать. Но сейчас, пока эта работа еще ведется, мы с жителями эту работу еще обсудим. И все изменения, если будем делать, будем делать уже с Нового года. Ну и частоту маршрутов уже посмотрим, для того, чтобы была уже возможность добраться до центра города гораздо быстрее. А у тебя от межгорода получится? Ну, поэтому вопрос технологический. Я думаю, что точно проблемы нет. Продолжение следует... Да, у нас еще есть хирургия, но это еще и профилактика. Нет, но у тебя все равно прием, минимум полчаса. Сейчас про вас вопрос. Все закупается, все в полном объеме будет. И будем соответствовать календарю национальных людей в плане подготовки к предъявлению. Да. Все лечебные учреждения будут обеспечены. Понятно. Скажем так, вот, амбулатория, которую мы посещаем, это амбулатория, которая у нас полностью задание по обязательному медицинскому страхованию покрывает все нужды по содержанию этой амбулатории и по обеспечению всеми расходными материалами и необходимыми лекарствами. То есть это вот тот пример, когда здесь обслуживается сегодня 11 тысяч человек, из них полторы тысячи ребятишек. Соответственно, это вот тот размер, когда мы четко понимаем, что лаборатория сегодня полностью может не только сама себя окупать, но и иметь развитие. То есть здесь покупается в том числе оборудование, не так часто, может быть, не так много, но это делается зато регулярно. При этом лаборатория, в связи с тем, что у нас Ленинский район сейчас становится частью муниципального образования города Герой Тула, соответственно, лаборатория может принимать и новых посетителей, в том случае, если здесь будет проводиться жилищное строительство. Жилищное строительство мы в бывшем Ленинском районе будем развивать и дальше. Поэтому это вот как раз развитие города и, как вы помните, была хорошая поговорка, слияние города и деревни, когда и деревня не умирает, и город имеет возможность развития.